Кибератаки, киберпреступники, киберугрозы, даже киберпанка можно встретить на улице. И сегодня мы расскажем вам все, что нужно знать об основных угрозах и способах киберсамообороны. Шифраторы Шифраторы это такой очень отдельный класс, просто сейчас он сильно на слуху, потому что угрозы WannaCry, угрозы Пети и так далее. Вирусы-шифраторы проникают в ваш компьютер и блокируют ваши данные, зашифровывают. Для того, чтобы расшифровать все свои драгоценные фото и документы, вредоносная программа предложит заплатить дань разработчикам. Фишинг Ну это такое же жульничество, как наперсточники на вокзале или там карточные шулеры, только это такое олдскульное жульничество, а фишинг современное. Злоумышленники просто подделывают дизайн сайта, например ВКонтакте или Фейсбук. Рассылают ссылку сайтом клиентам под видом техподдержки, а те уже добровольно отдают свой логин и пароль, вводя его на поддельной страничке. Главное грамотно запугать жертву в сообщении. Были случаи, когда кредит там под 146% условно говоря годовых вам одобрен, там спасибо за обращение. Польза естественно лихорадочно кликает по ссылке, пытаясь отменить, вернуть свои деньги. Батнет вводит все возможные аутентификационные данные, данные своей банковской карты, и вместо того, чтобы вернуть свои деньги, он их теряет. Батнет Это достигали миллионов и десятков миллионов зараженных устройств. Батнеты потихонечку перемещаются в интернет умных вещей. То есть шутка про то, что ваш холодильник рассылает спам, больше перестала быть шуткой. Источники заражения. В последнее время все реже компьютеры заражаются через флешки. То ли люди стали умнее, то ли флешками все меньше пользуются. Но осторожность лишней не будет. Антивирус говорит просканировать там новое устройство. Нужно говорить да просканируй, пожалуйста. На втором месте классическая спам рассылка. Сообщения от взломанных аккаунтов друзей, внезапные выигрыши в лотерею, банк вдруг забыл ваш логин и пароль. И первое место столь любимые многими пиратские сайты с нерегальным контентом. Даже была вредоносная кампания, когда якобы вышла Half-Life 3, срочно скорее живут по ссылке, скачай Half-Life 3. Администрация, как водится, ответственности не несет. Поэтому Троян может быть спрятан где угодно. Под видом кряков, игр и даже субтитров к сериалам. Ну, соответственно, не запароленный Wi-Fi в кафе, аэропорте и так далее. Схема следующая. Злоумышленник раздает Wi-Fi, а взамен крадет все данные, которые через него проходят. В том числе и банковские пароли. Способы защиты. Главное оружие против мошенников – это здравый смысл. Постарайтесь не светить своими данными, особенно что касается банковской информации в сети. Также постарайтесь по возможности качать легальный контент из проверенных источников. Это не только безопаснее, но и делает так, чтобы фильмы, софт-приложения и книги в России становились лучше. Так как авторы, а не пираты, получат за них отчисления. Скорее смените пароль, там у вас все деньги утекут. Не поленитесь позвонить в банк и спросить, а в чем, собственно, делать, товарищи. Просто завести себе привычку, ну, хотя бы раз в квартал, менять пароли. Еще один эффективный, но почему-то не очень популярный способ – это резервное копирование данных. Для этого вам понадобится специальное приложение. Например, на macOS это Time Machine. Оно будет сохранять все файлы на внешнем жестком диске, и в случае чего их можно будет восстановить. Не стоит подключаться к сомнительному Wi-Fi в общественных местах и поставьте себе качественный антивирус. Если у вас остались вопросы, то оставляйте их ниже в комментариях. И голосуйте за этот формат своими лайками или дизлайками. Всем пока!